День Республики С самого утра совсем юные и более взрослые и опытные спортсмены столкнулись в товарищеском матче под громкие аплодисменты и горячую поддержку зрителей. В торжественной церемонии открытия памятного спортивного дня принял участие глава Калмыкии Бату Хасиков, который помимо своей важной миссии вышел на лед в составе хоккейной команды «Джунгар». Сегодня у нас не просто товарищеский матч, у нас сегодня не просто спортивный хоккейный праздник. Сегодня у нас День памяти о замечательном человеке Владимир Юзевич Чурюмеве. Человек, который умел объединять, который искренне любил свою родную Калмыкию, который был по природе своей лидером, который был очень жизнерадостным, любил жизнь, передавал эту энергию всем нам, своим землякам, который начал в конце концов именно это современное хоккейное движение. И знаете, приятно, что его дело продолжается, и память о нем жива и будет жить. Много добрых слов было сказано в адрес Владимира Чурюмова. Каждый, кто выступал с речью, вспоминал историю жизни великого спортсмена, каким он был человеком и как сумел оставить след в сердцах любителей хоккея. Сегодняшний турнир посвящен памяти моего папы, самого любимого человека на свете. Я хочу выразить слова вам огромной благодарности, что вы помните папу, что память его в ваших сердцах, во всех нанцах, что вы организовали такой прекрасный турнир сегодня, что вы рядом, что вы поддерживаете, также развиваете спорт по московным геймам. Вам огромная благодарность. Спасибо вам большое за сегодняшний день. Огромное вам спасибо за эту инициативу, за эту память. Пусть это будет символом того, что нужно любить свою родину, нужно уметь дружить, нужно быть инициативным и идти к победам. И пусть наша игра будет примером для детей. Спасибо. Сразу после памятной церемонии на главной ледовой арене прошла красочная игра между командами «Джунгар» и «Малые дербеты». Судом удовлетворен иск прокурора Яшкульского района об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности. Проверка установлена, что в Яшкульском отделении для больных туберкулезом не разработана и не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности. Система автоматической пожарной сигнализации находится в нерабочем состоянии. На объекты защиты руководителя организации не обеспечивал наличие исправных ручных электрических фонарей. Прокурор Яшкульского района обратился в суд СИСКОМ о признании бездействия медицинского учреждения незаконным и обязании устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности. Элистинским городским судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Зимовка – ответственный период для животноводов. Что помогает перезимовать фермерам Приютницкого района, об этом подробнее расскажет моя коллега Ангелина Ирнеева, которая побывала на животноводческой стоянке в разгар зимовки. На животноводческой ферме недалеко от поселка Первомайский Приютницкого района нас встречает хозяин стоянки Магомед Исаев, уроженец и коренной житель этих мест. Как рассказывает он сам, с детства прививалась тяга к работе на селе. Мой отец приехал в Калмыкию в 1966 году. Вот он проработал с 1966 по 2021 год. Он все время прожил вот на этой животноводческой стоянке, вырастил нас, передал нам дело. И мы занимаемся дальше животноводством и растеневодством, продолжаем дело наших родителей. У нас имеется пассивная площадь, целина имеется, выращиваем зерновые культуры, на сено выращиваем, своими силами уходим. В этом году мы заготовили около 150 тонн грубых кормов. КРС у нас на сегодня есть 102 головы, МРС тоже есть 602 головы. На огромной территории Магомед с гордостью обходит свое владение и демонстрирует все, чего добилась его семья за более чем 70 лет. Когда еще молодые его родители приехали в нашу республику по распределению. Все было намного меньше и скромнее, вспоминает мама нашего героя. В первые разы свет не было вообще, газа не было, ничего не было. Лампа, свет, кизеком топили мы, печки. Ну, работа много было, хорошо работали мы. С утра поднимали, до вечера мы только обед делали, а все время на работе, на работе, на работе. Это кормить надо, поить надо эти скелетки, кошари, целый день там кошари. Сакманы были, сакманчики были много, и с ним надо ходить, говорить, работать. Ну, без работы они не были, хорошо трудились. Зима для животноводческой отрасли – один из самых сложных периодов, требующих постоянного внимания. Фермер заблаговременно заготовил грубые корма в большом достатке, в чем мы убедились, зайдя в просторный амбар, где хранится урожай, что семья фермера собрала со всех своих полей. Вот это перемалывается, вот добавляется, мы добавляем семечку, кукурузу, и перемалывается она, и пшеница. Тогда получается более витаминно, немножко лучше. Вот это уже приготовлено на братом мешке утром для хозяйства, будет рассыпаться все это. Стоит отметить, что наемных рабочих нет на животноводческой стоянке. Магомеду во всем помогает его супруга Муминат, и, конечно, дети в свободное от учебы время. Их у супругов шесть и два внука. В этой семье уже не первому поколению передается, если ты любишь свое дело, то справишься с любыми задачами. Сегодня Исаев постоянно совершенствуется в животноводчестве, закупая современную технику и постигая новые методы выращивания домашних животных. Зимулка проходит в штатном режиме, когда заготовлено, когда в амбарах лежит зерно, когда в синяках стоят скирды, тогда можно спать спокойно. Наш отец нас научил, он всегда говорил, должно быть, говорит, скирды сена стоять, в амбарах зерно, уголь, дрова, мясо, мука. И ты, можно сказать, говорит, прозимовал. И мы этим же советом продолжили, так и работаем. Важнейший фактор организованного проведения зимовки скота, его кормление, в поселке Первомайский проходит в штатном режиме. И неудивительно, ведь хозяйственниками здесь рождаются. Ангелина Ирнеева, Владимир Цуглинов, информационная программа «День республики», Приютненский район. Сотрудники Россельхознадзора при проведении внеплановых проверок по согласованию с прокуратурой на территории Гечнировского района выявили факты неиспользования более 90 гектаров сельхозугодий по целевому назначению. В рамках проведенных мероприятий выявлено зарастание, допущенное собственниками земельных участков, вследствие непроведения обязательных агротехнических мероприятий по возделованию сельскохозяйственных культур. Бездействие собственников земельных участков представляет угрозу переживающей среде, так как сорные растения на пашне – это источник распространения вредителей и болезней. За допущенные нарушения собственники неизболенных земельных участков привлечены к остатке на тенге. По части 2 ст. 8.8 Код phải о процентных правого arriшениях. Также им выданы предписания о распространении выявленных нарушений и установленном сроке. В случае неисполнения предписания они будут повторно привлечены к остатке на тенге уже за неисполнение предписания. А материалы от институтных дел будут направлены в полномоченный орган для инициирования процедуры взятия используемых земельных участков, потому что земельные стихозназначения должны эффективно использоваться и обеспечить продовольственную безопасность страны. Команда «Калмыкия» приняла участие в чемпионате по армрестлингу Южного федерального округа в Ростове-на-Дону. Соревнования представляли собой лично командные поединки, проводимые с несколькими ключевыми целями. В числе их отбор сильнейших спортсменов Южного федерального округа для участия в чемпионате России 2024 года. Выполнение нормативов единой всероссийской спортивной классификации и развития и популяризации армрестлинга в Ростовской области, а также пропаганда спорта и здорового образа жизни. По итогу выступления Арслан Бадмаев заявал золото в весовой категории до 55 килограммов. Роман Кан также стал победителем чемпионата в весе до 65 килограммов. Карина Тамерланова взошла на первую ступень педестала в группе до 55 килограммов. Не было равных и Донарий Убушаевой среди спортсменов в категории свыше 90 килограммов и в абсолютной категории среди женщин. Михаил Горяев стал бронзовым призером чемпионата в весе до 85 килограммов. Эти успешные выступления позволили команде Калмыкии занять в общем командном зачете третье место. В выпуске новостей, а также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом обещании канала ОТР на 21-й кнопке viptv.ru, на сайте klmtv.ru, а также на официальных аккаунтах ВК и Телеграм. На этом у меня все. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова